Привет! С вами Наталья. Я люблю свою работу, я работаю даже в субботу. Ну, на самом деле, мне это очень нравится делать, а сегодня я просто хотела поделиться своей методической разработкой, авторской игрой. Авторская игра «Помоги гномикам попасть в страну сказок». Игра многофункциональна, игра отлично мотивирует детей на выполнение заданий. Основная цель игры – это автоматизация звуков в словах, в предложениях. Помимо этого, она решает и много других задач, которые будут под видео в описании. Игра представляет собой вот такое вот игровое поле с гномиками. Гномик в красном костюме для отработки гласных звуков. Гномик в синем костюмчике для автоматизации согласных твердых звуков. Гномик в зеленом костюмчике для автоматизации согласных мягких звуков. Как же играть в эту интересную игру, которая очень нравится детям? Ребенку дается вот такая вот карта, логопедическая карта. У меня эти карты на все звуки русского языка. Допустим, я держу в руках карту на автоматизацию звука ЖЖЖЖЖ. Далее, ребенок, если это согласный твердый звук, выбирает соответствующего гномика и помогает ему попасть в сказку. Но не так просто это будет сделать. Надо будет ребенку пройти все задания, выполнить все задания, которые ему предлагаются от имени сказочного персонажа. В данном случае это не знайка, если это согласный твердый звук. Ребенок переворачивает. И здесь у нас схемы. С помощью этих схем мы ребенка научим выделять звук из слова, то есть определять позицию звука в слове. Ребенок подбирает к первой схеме картинку и называет ее. И, допустим, это ЖЖУК, где звук слышится в начале слова. Тем самым мы автоматизируем у него правильное произношение звука. Далее, если он справился с этим заданием, мы также можем отработать слоговую структуру слова. Это работа с односложными, двусложными, трехсложными словами. Абсолютно так же. Ребенок подбирает картинку, считает, сколько в названии картинки слогов и соотносит со схемой. И далее, с помощью этой игры мы также можем отработать интонационную выразительность речи и лексико-грамметические категории языка. Тут, соответственно, ребенок уже придумывает предложения с этими словами, которые назывались ранее. И придумывает предложения, где три слова, где четыре слова и где три слова с предлогом.